Приветствую зрители канала Военная Аналитика. Уже второй месяц длятся бои с окруженной группировкой украинских войск в городе Мариуполь. Возникает вопрос, почему российским войскам, несмотря на огромное превосходство в живой силе и технике, на невозможность получения пополнения боеприпасов украинцами, этот город не удается покорить. Причина кроется в двух фундаментальных особенностях города. В наличии обширной сети подземных коммуникаций, которые в Мариуполе начали строить еще в 19 веке, и которые украинцы используют так же, как и чеченцы во время битвы за Грозный, то есть для быстрого и безопасного перемещения и внезапных ударов в тыл. Это крайне затруднило продвижение россиян и привело к большим потерям в живой силе, в том числе уже признанная командованием РФ гибель офицеров высокого ранга. Вторая особенность этого города в наличии Азовстали. Промышленные предприятия, занимающие около 10 квадратных километров. С юга защищенные морем, с запада и севера рекой Кальмиус. Огромная территория, мощные капитальные здания, подземные фортификации позволяют украинцам комфортно держать там базу. Фактически это неприступная крепость, защищенная и природой, и промышленными зданиями, фортификациями. Сюда отходят для отдыха истощенные боями части. Здесь находится также большой запас боеприпасов и продуктов питания, который был создан еще до начала войны. Вот краткий обзор причин, из-за которых войска РФ увязли в битве за этот город, и из-за чего фактически было остановлено наступление российских войск с самой уязвимой южной части Донбасса. По имеющимся данным, обе стороны конфликта уже перегруппировали силы Северного фронта, которые вследствие авантюрного плана российского командования пришлось ликвидировать с большими потерями. Основные бои будут идти в четырех ключевых местах. С российской стороны наступление будет идти с изюма на Барвинку и затем в славянско-краматорскую агломерацию, что было подробно рассмотрено в предыдущем выпуске. Также россияне будут пытаться прорвать оборону в районе города Гуляйполе, где украинцы уже успели соорудить фортификации, из-за именно той форы во времени, которую предоставил Мариуполь. Украинцы будут бить в самые уязвимые точки российских войск. Это, конечно же, растянутые коммуникации от российской границы до города Изюм и слишком углубившиеся в направлении Схерсона на Кривой Рог и Никополь российские войска. По последним данным, украинцам удалось оттеснить россиян от Кривого Рога на более чем 50 километров. Идет наступление на тыл забравшихся туда войск. Тяжелые бои идут в Великой Александровке. Цель украинцев – прорвать линию фронта там и отрезать войска от Херсона и Новой Каховки, где находится ближайшая переправа на левый берег Днепра. Чтобы избежать окружения российской группировки, скорее всего, придется отступить в сторону Херсона и усилить его оборону. В конце выпуска видео, снятое в Польше с тяжелым вооружением из США, которые начали поставку в Украину разнообразного современного оружия, включая ударные дроны, дроны-камикадзе, противобатарейные и ПВО-радары, машины управления, 155-мм самоходные артиллерийские установки. Все это очень серьезно усиливает оборонные и наступательные возможности Украины, что должно иметь в виду российское командование и предпринять наступление до того, как украинская армия будет перевооружена полностью. Спасибо за внимание. Прощаюсь с вами до следующего выпуска.